Вы знаете, в любой компании, вот в среднестатистическом большинстве компании, если вы будете физиком, вы скажете, ну вот, ребята, знаете, я вчера прочитал новую статью, допустим, о черных дырах Хокинга, или же, к примеру, там, что-нибудь там о Тесле, вам скажут, господи, какой там Тесла, какой Хокинг, все, подождите, мы тут будем о своем разговоре. Но если вы скажете, вы знаете, уважаемые, я вчера прочитал статью о любезах, о любезах героев, и вот Сталин там вот принимал участие, вам сразу же большинство ваших товарищей и друзей скажут что-то типа, да-да-да-да-да-да, Сталин, я где-то слышал об этом мужике. Поэтому, знаете, историк в действительности, он зачастую как раз под таким ударом, он зачастую вынужден, понимаете, принимать не то, что вот эту игру, да, а он вынужден принимать реальность нашего общества и реальность нашей истории. В отличие от антромологов, литературоведов или политологов, которым приходится учитывать теоретические контексты, историки когда-то наслаждались своим правом просто говорить истину. Они скорее отыскивали насилие сокрытое, чем распутывали затруднения, хитроумные, толковать. Наука, которая появилась при Геродоте, была призвана устанавливать подлинность, истинность событий, по итогу изменила свое лицо, надев маску лицемерия. Она стала служить не только науке и клеем, но также политикам и государствам. История знает немного примеров классификации и уникальств. Ну, к примеру, это Константина Дарова, кубина Третьего Короткого, или же лицевой свод Ивана Грозного. Но самый такой, наверное, на мой взгляд, громкий, свежий пример классификации истории – это Велесова книга Миранубова, 1952-го года издания. Почти все исповеденных мною бывших примеров оказали воздействие на развитие общества или же страны в целом. Давайте вот я вам так скажу, допустим, о том же самом Миранубе с его Велесовой книгой. В 1952 году она была издана в Сан-Франциско, основана, она была на так называемых дощечках из Инвека. И в них излагалось содержание преданий, мониф, легенд и сказаний древних славян. В большинстве исследователей сходятся во мнении, что это фальсификация, и все бы ничего, если бы не последствия. Если вы меня, допустим, спросите, о каких были последствия, я вам скажу, что они были значительными и достаточно увесистыми для нашей социально-политической жизни. В первую очередь Велесова книга положила начало неоязычеству. До сего момента в России не было в принципе что-либо известно. Ну, понятно, знали там, ну, есть Велес, да понятно, какие-то вещи знали. Но Миранубов это все выдал, понимаете, за правду, за истину, которой многие люди поверили. И многие люди стали уходить в леса, искать там себе какие-то малинные камни, искать себе, скажем так, места поклонений. Они стали писать какие-то книги. У нас в стране, на тот момент, в Советском Союзе, начинают появляться первые дневноязыческие общества. Кроме всего прочего, дневноязычество было взято на вооружение и нацистами. Они были в Советском Союзе. Первые нацистские общества, именно нацистские и нефашистские, атакируются как раз теми же самыми 50-ми годами. Если говорить точнее, то 56-й. И, понимаете, по итогу это все развивалось. В 80-е годы, если до этого какие-то акции, допустим, тех же самых неонацистов и неофашистов были в какой-то степени такими тайными, то в 80-е годы эти ребята уже вышли в открытию. 90-е годы, это мы с вами на самом деле знаем все прекрасно, как обстояли девасты и нацисты в 90-е годы в России. Апогеем всего стал Чемпионат мира 2002 года и Погон в Москве, после чего была принята 282-я статья «Экстремизм и разжигание межнациональной розызды». И в действительности именно эта Вельсова книга порвалась многими идеологами неоназычества и неонацистма долгое время. А многие люди до сих пор считают ее правдой, правдивой. В СССР история долгое время рассматривалась с позицией победоносной ВКПП. А фильм того же самого Эйзенштейна под названием «Отряды» 1927 года сложил в головах большинства. Это было невероятный размах событий, октября 1917 года. Долгое время изучать что-либо оппозиционное в советской власти вообще запрещалось. А если говоримость, то исключительно в негативном смысле. Таковы были правила работы историка. И многие смирились с такой действительностью. В 70-е годы ситуация меняется. Начинается изучение меньшевиков, социалистов-революционеров, черносотинцев, активистов. Это, безусловно, стало выходом из научно-исторической спагнации. Я чуть-чуть так забежал вперед, если мы с вами говорим, если можно, как раз в следующий слайд с названием этой части. Если мы с вами говорим о Российской Угерии, то, конечно же, стоит сказать, к примеру, о таком циркуляре под названием «Отсокращение гимнастического образования», или так называемый циркуляр покупательных детях, если мы будем говорить о нем, это 1885 год, то по данному циркуляру запрещалось получать образование детям нищих, гимников, прошу прощения, проституток, детям прислуги. Эти люди не могли получать такое-либо образование с формулировкой, как цитата, «за геннадомость». Таким образом, к примеру, из Одессской гимназии был отчислен один из лучших переводчиков, человек, по-моему, год, Корнею Ивановичу Корсу. Ну, за геннадобность уже, понимаете? Зачем? Не нужно. Понятно, что сегодня будет много заказов. Все мои слова, вот, прямо как, чистую истину не надо понимать. Я надеюсь, что у всех здесь присутствующих, да, запитая через мою мать. Также мы можем сказать, что история в своем большинстве становилась наукой все-таки зажиточных людей. Примеры того, когда малоимущие или же, допустим, там, мещане, например, да, или христиане становились историками. Таких примеров даже в моей политике, честно говоря. Если мы с вами говорим в целом про наукку, то в отношении Российской империи, к примеру, к так называемым кулибинцам, было тоже своеобразно. Вот, допустим, Николай Бенахдос, который изобрел, по сути, сварку. Иван Александровский, который привыкнул сфере фотоаппарата. Федор Беронский, который изобрел электрофонвай. Это были люди, которые умерли в бедности. Это были люди, у которых вообще не было денег для того, чтобы их похоронить. Эти люди признавались за рубежом на различных приступах, но Российская империя их не признавала и не выделяла денег. Она не выдавала никаких похорон. И таким образом, эти изобретения, ну, они не будут то, что... Мы знаем о этих проектах, да, но сами изобретения не были восприняты. Понимаете? А все это появилось за рубежом. Я у вас вернусь к 20 веку, потому что как-то так-то все перераскочил, прошу прощения. Уже в 80-е годы 20 века случается перестройка. Она открывает двери перед многими учеными и их темы, которые они по-другому изучают. Именно интеллектуальные, да, в основном это футбологи и историки. В то время сдавали тону политическим течением ее. Программа и устав главного националистического и антисоветского движения Украины РУК были полностью разработаны в Союзе писателей ОССР. И печатались в посылой газете «Литературный пролив». Основой будущего Народного фронта Азербайджана оставала историко-литературное общество Чен-Любель. Хинштейн в своей книге «Конец от Ланкиды» делает вывод, что революция 1980-х во всех смыслах была именно что культурной и интеллектуальной. Уже после распада СССР сотни тысяч низкокачественных образчиков истории стали продаваться по всей стране. И складывается такое впечатление, что в то время историком стал каждый третий в нашей стране. В действительности мы живем на такой земле, где вот сейчас в наше время у каждого первого предки были дворяне, а у каждого второго кого-то раскреплены. Понимаете, мы с вами живем в такое время, когда очень сложно, например, просто-напросто даже абонировать. Ибо личная трагедия зачастую воспринимается, знаете, так, ну типа, «Ой, Господи мой, извините, я не хотел тебя видеть». И вот в каких-то личных трагедиях, в личных драмах, безусловно, это трагедия, безусловно, это драма, мы не уменьшаем значение этого, мы с вами теряем объективность, потому что мы становимся предвзятостями. Понимаете, основное правило историка – быть объективным, быть аполитичным, быть человеком без предвзятости. Историк, на самом деле, это большая ответственность, и он должен воспринимать информацию, он должен воспринимать исторические процессы, не как что-то такое, знаете, а вот мне это нравится, или, допустим, вот это мне не нравится. Он должен воспринимать это отстраненно. Багаж исторической науки СССР, за который многие ругают советскую власть с ее политизированностью и ложью, абсолютно незаметно, тайно перекочевал в нашей действительности. Наверное, зачастую не замечается та преимественность, которую многие из нас так сильно ненавидят. Я в самом начале говорю о том, что будет лично. Вот сейчас мне хотелось бы как раз сказать о чем-то, о каком-то личном. Мне лично, мне повезло расти в ученой семье. Моя бабушка заслуженный учитель в СССР. Мама – кандидат в филологических налог. А дедушка и няня мог прожить без истории и книги. Только отец выбивался из общей плеяды и был инженером. Но, знаете, видимо, в семье всегда должен быть кто-то, на кого косятся и показывают пальцы. Детство мое прошло в Украине. И даже будучи юным, я любил историю всем сердцем. Исторические книги начала 90-х годов казались нестранными, какими-то неестественными и сомнительными. Интерес к истории подпитывался и походами в исторические музеи Умани, Полтавы, Харькова, Московский Пушкинский музей и другие. В те годы я еще не знал, что мой в действительности флирт с исторической наукой закончится, знаете, таким полновесным браком, заключенным, видимо, на небесах. И от этого мое трепетное отношение к истории, к той же школе аналов, маркопок, социальной истории и различным историческим периодам лишь усиливалось год от года. Что касается науки, то мы вошли в новую историческую эпоху со значительным багажом недостатков прошлого и сомнительных исторических работ переходного, если так можно разматривать начальный, уже российский период. Если можно, следующий слайд, это просто название вот этих вот секций, так скажем. В первой части я старался все-таки как-то вас не нагружать какими-то словами, какой-то терминологией. Во второй части, видимо, будет погорячее, вот скажем так. Известный историк, академик Сергей Павлович Карпов, в статье «Историческая наука и их историческое образование в современном информационном пространстве», в этой очереди «Тупики и перспективы» пишет, что оценивая состояние исторической науки, необходимо принять во внимание несколько внешних и внутренних факторов, влияющих на ее развитие. В число первых можно отнести, прежде всего, переходное состояние самого общества, находящегося в стадии социально-экономической и политической трансформации. В этой обстановке недоверие значительной части общества к прежним схемам перемежается с воспринчивостью к псевдоисторическим и внешнеэффектным, но далеким от науки сенсационным открытием и построением. Мы с вами можем взять за пример, к примеру, того же самого Насовского и Фоменко. В целом мы с вами можем взять категорию, так называемая, альтернативная история. Мы люди, знаете, на самом деле достаточно такие примитивные создания, как бы мы и кем бы себя мы не считали. Ибо человек проявляет все свои самые сильные качества, все свои самые лучшие стороны только тогда, когда ум начинает созидать. Когда мы творим, когда мы пишем картины, когда мы занимаемся, опять же, наукой, творчеством какими-то, понимаете? Когда мы показываем те качества, которыми мы обладаем, которыми мы стали обладать на протяжении каких-то лет. И Насовский и Фоменко, они очень умело, очень грамотно обошли, так скажем, струю, прошу прощения. Ибо эти люди, они относятся к тем, ну, один физик, а второй, если вы понимаете, изменяет вообще химик. И они, знаете, как сказать, вот мы, если не согласны с чем-то, да, с какой-то исторической, к примеру, датой, если мы не согласны с каким-то историческим явлением, мы пытаемся найти оправдание, да, или мы пытаемся придумать какую-то новую теорию, какую-то новую мысль. И очень часто за вот эту вот мысль хватаются те, кто может по праву называться нашим единомышленным. Вот Фоменко с Насовским точно так же. Их книги в магазинах продаются, в огромных количествах они продаются. Вот они совместно пишут зачастую. И в одной книге, к примеру, говорится следующее, что Москва находится на месте Пекина, а Пекин находится в действительности в Африке. Ну, как бы тут так сказать помягче, значит, Сталислав сказал бы, не верю. Но мы в действительности должны просто на то, что это как-то и говорили. Таких примеров масса и тьма отнющая. Тот же самый Суворов, который со своим предоколом, со своими мыслями о том, что советские войска перед началом Великой Отечественной войны стояли на границе с Румынией, при Сарабии, и были готовы в любую секунду напасть на ту же самую, опять же, на островную промыкью, и заплатить единые скважины в Плоешко. Это, понимаете, и потом ему признается, что, конечно же, это был определенный заказ. И беда заключается в том, что вот таким книгам, таким работам, таким данным люди верят. Потому что они просто-напросто могут быть не согласны. Потому что в большинстве своем они могут просто-напросто не разделять эти взгляды. И продолжаем мысль. Альтернативой служит, собственно, как раз зачастую, увы, недоблотная современная научная продукция, перепечатки дореволюционных или же зарубежных трудов. Развиваются тенденции превращения истории в элемент медийной культуры, чему активно и успешно задействуют средства массовой информации. Мы с вами можем взять за пример те же самые сериалы, такие как «Троцкий», «Демон революции». Ведь тот же самый, допустим, сериал «Троцкий» — это же, понимаете, это же обман на обмане. Мы не можем с вами этому верить. Ну, здравомыслящий человек не станет этому верить. Во-первых, потому что Сталин никогда не был, прошу прощения, в Русселе. А там он показывается, по-моему, в 1903-1904 году именно там. «Троцкий» показан как главный противник Ленина. Но, извините, пожалуйста, на съезде в Гондоне Троцкого на СССР стали называть ленингами Ленина. Потому что он полностью, всецело его поддерживает. Мы можем перечислять, понимаете, одно за другим. То, как там, допустим, они пилят кресты на кладбище для поезда. Я вот, насколько знаю, в то время поезда все-таки ездили на угле. Понимаете? И зачем рубить вот это, если на заднем фоне показывается? Я, если честно, не знаю. Понимаете? Я не знаю логики, но, ну, видимо, кресты, я не знаю, что ли. Не знаю, не понимаю. Для меня это, понятно, это, конечно, очень продукт. Но благодаря такому проекту и продукту многие люди начинают верить. Вот, к примеру, мои студенты. Когда мы с ними доходим до реформы Петра Первого, многие студенты меня спрашивают одну вещь. Михаил Дмитриевич, скажите, пожалуйста, а это правда, что Петра Первого подменили? Я говорю, скажите, пожалуйста, вы что, смотрели канал Даниила Поберечного? Ленингик. Да, смущенно так. А, понимаете, вот Даниил Поберечный, он вот решил, вот, видимо, то ли ради смеха, то ли ради серьезности, показать, что он не совсем там какой-то юморист, а я не могу его юмор назвать юмором в действительности, да, или же какой-то он сатирик, боже упаси, кто еще не сатирик. Понимаете, вот Даниил решил записать видео, где сказал, что, собственно, Петра Первого подменили во время Великого посольства 97-98 годов, 1600, прошу прощения, да, что его подменили, что он приехал к другим, но он стал проводить такую политику. Многие люди, а потом они спрашивают. И самая большая беда наша с вами заключается еще вот в чем. Вот эти дети, сейчас еще пока что дети, когда-то подрастут, и когда-то у них будут их дети. И эти дети к ним подойдут, скажут, папа, а что ты не можешь рассказать о Петре Первом? И папа, вот убежденный на все 110%, скажет, сынок Петра Первого подменили, ты что? И его сын, вполне возможно, понесет точно такое же еще дальше. Сейчас, понимаете, я вам говорю в действительности о страшном деле, о том, что вот такие примеры, они никоим образом не созидают это, понимаете, это деконфункция, это уничтожение, по сути, всего. По крайней мере, здравомыслящим. Итак, с другой стороны, процесс укрепления государственных институтов и самой структуры власти способствует формированию политических запросов ко всей сфере истории. Они требуют ответов на возникающие проблемы современности, но как вопросы, так и ответы не всегда учитывают глобальные геостратегические задачи, стоящие перед обществом и государством. Да и на самом состоянии науки, ее ресурсные и кадровые возможности не всегда принимаются в расчет. По поводу кадровых возможностей, можно ли это следующий слайд? Эта просколько начинает увеличиваться. Те, кто помоложе, постепенно начинают уменьшаться. Средняя настройка расширяется. Также мы можем сказать, что большинство преподавателей из этой вот средней 40-50 лет, они уходят. И по итогу, те, кто постарше, все помоложе, они остаются. Потому что для них, понимаете, для кого-то это последний, скажем так, ну, последний путь, да? А для кого-то это только еще и начало пути. Кто-то в конце, кто-то в начале. Те, кто посередине, уходят по той причине, что находит более приемлемые варианты для своей работы. Ибо заработная плата преподавателя в нашей стране – это дело такое сомнительное. В большинстве своем доценты получают в нашей стране 26-27-28 тысяч. Профессура получает 32-35 тысяч. Заведующий кафедрой получает 40. Что такое заведование кафедрой? Это абсолютно вся нагрузка по кафедре. Это абсолютно все преподаватели кафедры. То есть мудрое количество таких преподавателей может достигать, допустим, 25-30 человек. И на заведующем очень много ответственности. Таким образом, мы с вами начинаем терять тех, кто посередине. Те, кто молодые, ну, о чем мы можем говорить? Они очень молодые. Это, естественно, аспиранты, лаборанты, те, кто постарше, или же устали, или же не хотят просто-напросто делиться какими-то знаниями, информацией, могут кого-то воспринимать как конкурента. И, знаете, я еще когда, помню, выбирал какую-то диссертацию, и когда только-только начинал заниматься именно профессиональной наукой, я подошел к этому профессору. Я ему говорю, вот вы знаете, меня интересует вот такая вот тема. Может быть, вы мне подскажете, стоит ли мне вот эту брать? И вот эту я как бы сказал о его, по сути, теме. По сути, о его теме. Он, вы знаете, очень сильно рассердился. Он, как люди вязкие говорят, возбудился. Потому что для него это, в первую очередь, конкуренция. И не факт, что, к примеру, он, ну уж как-то, уж извините за такую несклонность, не факт, что он ее смог выдержать. Вот в этом проблема есть, безусловно. Можно вернуть? Спасибо большое. Начинает просматриваться также очевидный перекос в государственной поддержке различных отраслей науки, где явное почтение при распределении грантов и премий, например, отводится актуальным областям, преимущественно естественных наук. Между тем, это не только принижает значение гуманитарных областей знания в сознании масс, но и создает перекос в самом развитии науки, единой и междисциплинарной в своей существе. В данном случае можно привести цитату из фильма 1989 года «Общество мертвых поэтов». Она подходит, на самом деле, гуманитарную науку, принципу. Мы читаем и пишем стихи не потому, что это забавно. Мы читаем и пишем стихи, потому что мы часть человечества. Мы принадлежим человечеству, а человеку свойственны страхи. Медицина, юриспруденция, бизнес, инженерия – это все благородные занятия. Они помогают поддерживать жизнь. Но поэзия, красота, романтика, любовь – это то, ради чего мы живем. Понимаете, в действительности здесь, говорите мне о филологии, ну, я, по крайней мере, это воспринимаю, не как филология. Мы на самом деле, гуманитария, занимаемся душой человека. Вели бы вы ее или нет. Мы занимаемся тем, что, по сути, сокрыто. Гуманитарное достижение, гуманитарные открытия, знания вы не сможете увидеть, к примеру, в качестве индиакта. Или же в качестве какой-нибудь новой модели пусковой установки. Или же в виде, к примеру, не знаю, самолета. Вертолета, самолета. Не сможете. Потому что мы занимаемся тем, что сокрыто в глаз, мы занимаемся тем, что внутри нас. Современная историческая наука отличается от исторической науки всех предшествующих от тем, что она развивается в новом информационном пространстве, заимствовая из него свои методы и сама влияя на его формирование. Сейчас на первый план выходит задача не просто написания исторических трудов на ту или иную тему, а создание верифицированной истории, проверяемой большими и надежными базами данных, создаваемыми усилиями творческих коллективов. Использование интернет-ресурсов, и это надо отметить, имеет двоякий характер. Они способны при правильно организованном поиске дать важную информацию из вторых рук. Но вместе с тем, в силу открытости системы и произвольности доступа к ней, эта информация зачастую недостоверна. Опять же, примеры, допустим, тех же самых студентов. Студенты при подготовке докладов или рефератов зачастую могут пользоваться тем, что представлено в интернете. Не понимая, в принципе, что нужно использовать, о чем нужно говорить, о чем стоит сказать. Они берут все, вот просто абсолютно все. Могут даже не читать. Они просто-напросто распечатывают, потом перед парой маркеров выделят, но это в самом лучшем случае, и начнут рассказывать. И, знаете, очень смешно иногда слышать, у тебя стоит три пары подряд, и ты слышишь один и тот же доклад. Вот один и тот же доклад ты слышишь. И он на самом деле абсурден. Но когда ты задаешь клиенту вопрос, скажите, пожалуйста, что такое меркотелизм и что такое протокционизм? Он тебе отвечает, вы знаете, между прочим, с умным видом, правда, с умным видом не хватает очков, чтобы он сделал вот так. Он говорит, вы знаете, я не нашел информацию по меркотелизму и протокционизму. и я обычно в такие моменты делаю следующее. Я просто настаиваю телефон и говорю, окей, гугл, меркотелизм. И он сразу же мне все показывает, понимаете, а студент как-то так, и он будет как-то вот. И это повальный пример. Понимаете, это пример, это обращение, это то, что мы встречаем сейчас ежедневно. Понимаете, что мы встречаем постоянно. К числу значимых внутренних факторов в развитии исторической науки можно отнести эрозию прежних тегорико-методологических ориентиров. Произошел отказ от прошлых систем, к примеру, того же самого мансийского ленинизма, но не обладая какими-либо другими направлениями или другими стилями мысли, мы не смогли найти вот это самое. Наше историческое сообщество до сих пор, ну, сейчас, чтобы сказать, оно разделено на коммунистов, по сути, да. Государственников, я бы их вообще назвал, наставила в Черносовнице, и либералов. Вот, к примеру, там, Борис Николаевич Милов, академик, человек, который в методологическом плане условно предложил исторической науке что-то новое. Но в тот же самый момент он стоит на либеральных началах, и зачастую мы можем видеть что-то неправильное, абсурдное. Точно так же мы можем сказать не руки о коммунистах, да, о левых в исторической науке, которые зачастую отвергают абсолютно все, считая только теории марксизма-ленинизма правильными и верными. Мы, отказавшись от всего-то, скажем, да, идеологического, просто прошлого, нового взамен ничего не предложили. И наше историческое сообщество разделено, оно в принципе отсутствует. Если мы с вами говорим о историках, понимаете, сообщества в принципе нет. Мы не можем прийти к консенсусу, мы не можем договориться, у нас в принципе наврач отсутствует исторический спор, какая-то полемика, мы не можем согласиться, мы не можем только проверять. Понимаете, за редким исключением мы как-то можем согласиться с тем, что говорит наш оппонент. Мы забыли, что в действительности значит дискуссия. Мы забыли, что в действительности значит истина. Если мы с вами говорим о дискуссии, мы можем сразу же смело сказать о индийцах. Они выделяли три типа дискуссий. Первый тип дискуссии, когда дискутирующие пытаются прийти к общему знаменателю, они пытаются прийти к консенсусу. Второй тип дискуссии, когда каждый из дискутирующих, прошу прощения за патологию, остается на своих позициях, они не приходят ни к какому знаменателю. Третий тип дискуссии, это тот тип, когда один пытается унизить другого, принизить там его знания, или же просто-напросто, ну, просто-напросто не унизить. И сейчас мы забыли напрочь об этом. Кроме всего прочего, знаете, я, например, считаю, тему сегодняшней лекции очень актуальной. В первую очередь по той причине, что многие люди вообще не догадываются, что происходит с историей. Многие люди вообще не знают, что происходит внутри этого сообщества, потому что сообщество стало элитарным. С чего я не знаю, но многие историки, профессиональные историки, стали воспринимать свою науку как что-то элитарное. И, понимаете, эта наука не для того, чтобы служить людям. Эта наука не для того, чтобы быть полезным людям. она лишь для того, чтобы быть наукой. Не больше, не меньше. Мы абсолютно забыли о том, для чего она с самого начала появлялась. Что историк должен преследовать научную истину. Понимаете, и в этом тоже кроется большая проблема. очень большая проблема. Ибо, знаете, ведь все конференции, которые проходят, они в большинстве своем проходят только для истории. Когда ты смотришь на количество статей или, допустим, на количество сборников, которые существуют, или которые лежат у меня на полках, я, если честно, не знаю, для кого я пишу эти статьи. Мне почему не кажется, что для самого тебя. По-моему, это просто по той причине, что наука ее никто не старается популяризировать. Сейчас не модно быть ученым. Сейчас модно, скорее, просто наруска. Заминаться бизнесом, иметь деньги. Но наука, как бы таковая, она не нужна нашему обществу. Мы совсем забыли, для чего она в действительности создавалась. И, говоря об этом, значит, сразу же вспомнился пример. Это уже следующий, так скажем, пункт. Я еще учился в аспирантуре, и нас привели на конференцию. Конференция проходила в здании Вятской торгово-промышленной палаты, которая не подарила в тематике от 2 октября. И вот мы туда приходим, аспирантами сидим. Там видны, скажем так, ученые. Доктора наук, профессуры, вот вся вот эта сидит. И выходит один дядячик. Он выходит, у него была тема доклада критика, критика Белинским Чернышевского. Конференция как раз была посвящена какой-то там предоставщине со дня рождения Чернышевского. И вот парадокс. Он порядка 20 минут говорил, но он ни слова вообще не сказал в нем Белинском, не очень Мишевском. Он говорил о загнивающем западе, он говорил о шоковой терапии, он говорил о геомарксизме, внулизме, он говорил о плане Далласа. Ну мы-то с вами понимаем, что там Даллас, ну пусть там побудет штатом Даллас. Ладно, уклонять. Даллас, да? Вот доктор Далласа, профессор, политизированный, полностью политизированный. Имеет ли в данном случае значение его, скажем так, степень, его с вами? Символизирует ли это уровень его какого-то уровня? Не уверен, это сейчас. И когда мы с вами говорим о освобождении вот этого вот марксизма, леднизма вот всего того, что было в прошлом, мы с вами забываем одну простую вещь. К примеру, на Западе также идет освобождение вот диктатуры каких-то прошлых школ. Например, во Франции идет борьба с наследием так называемой школы аналов. Французские историки прямо говорят о тирании аналов и о необходимости ее преодоления. Наше своеобразие заключалось в навязывании общества определенных идеологических аспектов. Тогда как во Франции например, мотивация выбора ученого была иной историко-культурной, чтобы, скажем так, быть модным. В той же самой Франции история всегда была важным компонентом общественного сознания. К ним всегда относились и относятся с большим уважением, хотя ее нередко считают по-прежнему скорее искусством, чем наукой. и не случайно сейчас Франция поддерживает крупные исторические проекты, получающие государственную и грандовую поддержку. К примеру, Национального центра научных исследований. И на извилищный вопрос, куда мы идем, в применении к истории нет одного ответа. В свое время я читал про лекцию студентам из Китая, также там были некоторые египтяне и кто-то еще, я не помню, кто-то там еще были представители какой-то страны. И вот египтяне у меня как-то спрашивают. Он мне спрашивает, Михаил, скажите, пожалуйста, а что для вас русский человек? Вы так часто говорите о русских людях, что для вас русский человек? И я не говорю, его зовут Назих, я ему говорю, Назих, вы знаете, для меня русский человек это как Иисус Христос, который несет крест на ногу. Только в отличие от Иисуса Христа русский человек не знает куда он это несет. И здесь понимаете, мы не можем дать вообще какого-то одного ответа, потому что у нас их слишком много. В мировом пространстве мы идем разными путями, используя разные параграфы. На смену постмодернизму, социальной антропологии, гендерным подходам приходит глобальная история, объявленная, но еще не состоявшаяся, против которой уже возражают в своей антифутболизме. Если говорить опять же о знаниях, историческом знаниях, зачастую в разговоре знаете, сейчас опять же почти подкажет людей, это человек который не историк. ты можешь идти по улице встретиться со своим старым знакомым и он спросит ой, Миша, здравствуй, как у тебя дела? Ты ему говоришь, что, Ваня, нормально, профессионально занимаюсь наукой, а он тебе такой да, наука какой такой истории? Да, я тоже историк. Ты ему говоришь, подожди, в смысле карты истории? Да, и статьи, чем ты занимаешься? И он говорит, что ты я просто читаю и все. И мы, понимаете, с вами забываем, что история это не только книга. История это большой, объемный и достаточно увесительный процесс. Есть даже такая большая, большая, это не совсем дисциплина, это сборный дисциплин, вспомогательные исторические дисциплины. Они нельзя называются именно так, вспомогательные исторические дисциплины, потому что они помогают в принципе исторической науке. К ним относятся историография, источниковение, историческая география, та же самая антропология, антропометрика даже может тоже значиться. Там нумизматика, археология, этнология, этнография, господи, мы с вами можем перечислять на самом деле долго. Это все те отрасли науки, которые ее поддерживают. и мы зачастую не знаем этот процесс, мы не знаем, как происходит это все. Также мне хотелось бы рассказать вам о открытом песне профессора СГУ Веры Афанасьевой, министра образования Российской Федерации Ольге Васильевне. Ей очень точно подключается современная ситуация в образовании. Хотя на самом деле в этой письме очень много слов, громких каких-то слов, не всегда понятных слов, слишком много чего-то того, чего мы не можем сделать выводы. Но все-таки позвольте я вам это разъявить. Сегодня молодежь ориентирована на получение дипломов, а не систематических знаний. Реальность убеждает образование само по себе не способствует коньере, не составляет основу социального успеха, не почитается и не уважается. Образованность подменяется дипломированностью, профессионализм, умение устроиться и приспособиться. Обесценивание знаний и просвещения имеет серьезные материальные основания, сложная экономическая ситуация в стране, непредсказуемость будущего после группы вузов, трудности в поиске работы. Но не менее значительными являются и ментальные основания этого явления – безнравственность, ломка традиций, разрушение прежней системы ценностей, отсутствие культуры образования, идеологии образования. Пудовой герей на чашу обесценивания и архитического образования упало предание ему статуса услуги, что уравняло учителя, преподавателя с продавцом, официалом, домработницей, маникюршей, банщиком, брачкой, мусорщиком. Сделать тому только враг российского образования, а значит враг России, и вред от этого насильственного акта неизменим. Прямое образование в качестве услуги можно делать недопустимые вещи, не уважать, не слушать, не верить, презирать, пренебрегать, не учиться. Интересно, что сказали вы по этому поводу такие российские педагоги, как Вавилов и Виламдавов? Поднять значимость образования значит не сменить нравственные идеалы нескольких поколений. Это многотрудный и многолетний путь, сопряженный с продуманной государственной политикой, целой системой долгосрочных мер. Но без этого нельзя не только сохранить великую российскую культуру. Не нельзя выжить. Конечно же, в ее письме очень много громких слов, но современная наука и образование столкнулась с кадровым дефицитом не только в грузах страны, но и в школах. Средний возраст учителя истории и общества знания в Кировской области равен 59, целым 30 лет. Много ли этого? Скорее да, или же нет. Понимаете, мы с вами подошли к тому, когда образование напрямую относится к самой науке, потому что из образования как раз выходят будущие ученые, те люди, которые будут заниматься при науке, те люди, которые будут совершать какие-то открытия, те люди, которые чисто теоретически должны совершать открытие. Но это в действительности чисто теоретически, потому что мы сейчас в нашей стране утратили как таковое критическое мышление. Мы можем новому просто-напросто верить на слово к чему угодно, не проверяя никакую информацию. Хотя в тот же самый момент информация даже в ваших карманах лежит, в ваших тех же самых телефонах лежит. Хотя знаете, я обычно говорю, что допустим студент, который делает оплату, который на экзамен что-то пытается рассказать, я ему говорю, хорошо, убрать ваш листочек, на котором ваши записи. Что вы будете говорить? В вашей голове только знамя. Поэтому мы потеряли на самом деле ту самую нить. Вернемся к тем как раз данным, которые были статистически автором той статьи является Виктория Федоровна Кукоч. Статья называется «Возраст преподавателей в российских вузах. В чем проблема?» Вывод она делает следующий, что самыми стрессоустойчивыми являются как раз низы и верхи, то есть молодые и возрастные сотрудники. Преподаватели средних лет обладают низкопрофессиональной устойчивостью, что приводит к поляризации возрастной структуры преподавателей и истончению ее среднего слоя. Многие из них, как я уже говорил, выходят из сферы образования, что связано с поиском места работы при большей дорогой платье. По итогу получается, что молодые еще не обладают опытом или необходимыми знаниями, а возрастные преподаватели не рубин часу уйдут окончательно на покорь, оставив преподавание. При таких прошу прощения за информацию раскладах не происходит преимущественности поколений и качество технического состава падают. Когда я еще поступал в аспирантуру и искал эту тему, я ее, по первая русская революция 1905-1987 годов, точнее ее социально-политические и социально-психологические аспекты, это такая междецелинарная тема, когда мне попалась основная мысль, когда я стал собирать материал, а историк, конечно же, собирает материал в архивах, я помню, я не серьезно относился вообще в принципе к истории, я воспринимал историю как что-то такое, знаете, ну вот защищуя ситуацию, и ладно, пойду дальше. И потом, я помню, у меня была командировка в ГПК, Государственный архив Пермского края. Вот я приехал, и передо мной было возложено здоровенное дело, это были сестные списки в стране живут и полюса. И вот перед тобой лежит сестный список примерно на полторы тысячи листов. Вот такая штука. Ты подкладываешь еще дела или какие-то книги для того, чтобы его открывать. Потому что, ну, очень прям большой. И это как раз был переломный момент, потому что, знаете, я стал смотреть на фотографии. Там очень много. В сестных списках больше всего своем фотографии тех людей, кого нужно, так скажем, опознать. Они могут быть с разных районов, ибо у революции нет страны, нет национальности в самом деле. Это в чем-то даже, знаете, такое страшное. И в этот момент, осмысливая все эти пути, осмысливая все эти данные, я пришел к выводу, что историю, на самом деле историк, опять пишу прощественную статологию, делает для тех людей, которых на самом деле уже нет любых. Мы занимаемся именно для тех, кто уже мертв. Мы пытаемся достичь какой-то истины, мы пытаемся достичь какой-то правды. В действительности лекция у нас с вами подходит к своему магическому завершению, поэтому, Дима, дам последний слайд. Ахра, да, спасибо большое. Когда, я думаю, вообще, для чего нам нужна история, для чего нам нужно вообще что-либо делать, в первую очередь приходит мысль о том, что, конечно же, такие люди, кто был, мы должны делать для них. Но, опять же, я расскажу ту самую историю, которую я обожаю. Я ее говорил еще одно количество раз. Я ее рассказываю, на самом деле, при двум удобном случае. Мне как-то попалось личное дело лейтенанту Труфакину. Мне там показывают, что надо бы отойти. Мне как-то попалось в руки дело лейтенанту Труфакину. Младший лейтенант Труфакин родился в 1872 году. В 1890 году он пошел служить в Российской Императорской Армии. В 1896 году он поступил на службу в Вянское Губернское Жолдармское управление. В 1899 году он ушел в отпуск на полгода. Были какие-то обстоятельства. И следующая запись у него датируется в 1912 году. На 1912 год у Маши лейтенанта Труфакина есть жена и две дочки. Красивая хорошая дочка. Да? Я как девочки маленькие знаете маленькие принцессы как говорят. Жена хорошая может быть да, может быть не очень. И по итогу вся жизнь вашего покупателя решается буквально на три месяца. В мае месяце у брюшного типа умирают обе его дочки. В июле месяце его жена окончающая жизнь самоубийством она не решится. А 30 августа 1912 года ваш лейтенанта Труфакина выходит на прогулку более певиарки и бросается под область окончающая самоубийство. И вся жизнь вашего лейтенанта Труфакина уместилась чуть менее чем на одну страницу. Не на местной странице. вы знаете я не знаю на скольких страницах будет или на страницах или может в книгах будет написано наше с вами личное дело. быть там будет вообще односрочное родился утро. Может быть там будет несколько подмогов. Я не знаю. Но я знаю одно точку. Что жизнь прожив не более людей, как говорится. и жить нужно так, чтобы по итогу не было следовало. Поэтому лично я ставлю основной своей целью исследование научной истины. в первую очередь я считаю, что каждый человек должен делать добро. Он должен жить определенной мечтой и целью. И для меня, конечно же, мечтой для нашего студента является обе знания. То, чтобы люди стремились к нему. То, чтобы руки тянулись к нему. Именно для этого существуют историки, чтобы заинтересовывать. Именно для этого существуют филологи, существуют те же самые социологи или филосы. Понимаете? И мы должны работать для людей. Мы должны работать для общества. И каждого из вас, дорогие друзья, я призываю мечтать. Я призываю каждого из вас думать и постигать. Считайте, что если сегодняшний день у вас прошел без увеличения количество ваших знаний, то день прошел не . следующие лекции будут гораздо более исторические, следующие лекции будут гораздо более конкретные и на самом деле даже гораздо более простынные. Как я уже говорил, мы разделим лекции по истории лятки на две части, потому что там есть что рассказать про лятки, там много еще можно говорить свидетельств за молодстями, за хишами. Спасибо вам большое, что вы сегодня решили.